Дорогие друзья, после матчевого интервью с игроками и тренерами команд Перед нами игрок нижегородской команды Иван Гаганин, правильно? Игорь, прошу прощения, Игорь, я прошу вас, чтобы своей игрой вы заставили нас запомнить ваше имя и фамилию А теперь просто пару слов, я понимаю, конечно, очень сложно говорить после проигранной игры, но все-таки для зрителей, пожалуйста Примерно равная игра была весь матч, мы хорошо прессинговали на чужой половине поля Было очень много подходов хороших, но не доводили до логического завершения, также было очень много стандартов Но не получилось забить в конце невынужденный фолокол, сэй, шлафной, чему итог пропустили 0-1 Я думаю, этого достаточно, мы отпустим игрока нижегородской команды Потому что всегда очень сложно отвечать на вопросы, когда команда проиграла и проиграла, можно сказать, не по делу Спасибо большое Несколько слов Валерия Бурлаченко, главный тренер молодежной команды Нижний Новгород По игре Ну, очень обидное поражение Потому что, на мой взгляд, мы по игре ни в чем не уступили сегодня Спартаку Мы очень хорошо прессинговали практически на протяжении всей игры Правильно встречали, агрессивно играли при игре в обороне Достаточно много мячей отбирали и подбирали Поэтому, что касается игры в обороне, ну, были, конечно, подходы, моменты Но это же Спартак, поэтому, по большому счету, много не дали создать сопернику Что же касается наших атакующих действий Ну, то же самое, у нас были возможности более качественно распорядиться теми подходами, теми моментами Ну, не хватало нам и последней передачи И голевой передачи И, естественно, таких качественных ударов, качественных завершений Поэтому, к сожалению, проиграли, но это нужно принять и двигаться дальше Большое спасибо, удачи вам, Валерий Все, до свидания Нападающий молодежной команды Спартак Москва Тимур Ким Который вышел на замену Кимур, а почему не улыбайтесь, я не понимаю Ваша команда победила, вы пришли какой-то скучный, какой-то недовольный Вы недовольны тем, что не забили? Ну, немного, да, недовольный, все-таки в конце хотелось забить, но не получилось Ну, в двух словах, что вам понравилось, что вам не понравилось Довольный, недовольный, вот какое-то резюме небольшое Я не буду говорить свое мнение, мне хочется услышать от вас Чтобы болельщики наши слышали ваши мысли Ну, ребята боролись, мне это очень понравилось Было много борьбы, но наши ребята более подготовлены С мячом и без мяча Не понравилось, конечно, то, что забили не с первых минут Но все равно додавили соперника и выиграли Я поздравляю, желаю, чтобы на вашем лице была всегда улыбка И нужно тренироваться, и нужно готовиться не просто играть в футбол, но еще давать интервью Всего доброго, с победой! Какое-то резюме от Вадима Юрьевича Романова, главного тренера молодежной команды «Спартак» С победой, во-первых! Спасибо, спасибо! Матч непростой, мы знали, как сложно скрывать насыщенную оборону Нижнего Новгорода Поэтому готовились к этому Недавно был матч у них, там в Нижнем, также было сложно достаточно И знали важность как забитого, так и пропущенного мяча Поэтому ожидали достаточно сложный матч, таким он и получился Плюс ко всему, конечно, немножко приходилось нам перестраиваться в ходе этой недели Поскольку три человека мы отдали в основной состав Вот, поэтому немножечко в новую схему для себя вышли Новые игровые связи наигрывали Андрей Ишутин после долгого перерыва, связанного с травмой Впервые появился старт в составе Поэтому определенные сложности перед матчем были Поэтому хорошо, что ребята проявили характер и выиграли Вопрос по выходу центрального защитника Данилова, кажется, да? Который вышел в конце играть нападающим Именно вот этот посыл и направленность туда, в сторону нападения Говорила о том, что вы, естественно, хотите победить Ну, естественно, мы хотим победить Мы играем дома, мы всегда хотим победить И Данилов уже не первый раз выходит в нападение и приносит пользу Ну, а после того, как, естественно, вы завели Он уже в конце перешел на свое место Я вас поздравляю с победой Дай бог, чтобы вы радовали своими результатами Я имею в виду результаты передачи молодых ваших воспитанников в первую команду Это главное, что... Я так думаю, надеюсь Это главное, что от вас, наверное, требуется Совершенно верно Это наша главная и единственная цель Подготовка и передача футболистов в первую команду Большое спасибо И с победой еще раз Спасибо